А теперь мы хотим представить часть программы, которую мы готовим уже троих, с Машей и еще с Варей Котовой. Это программа духовных стихов о Николае Чудотворце. Дело было так, что пару лет назад мне предложили написать статью об образе Николая Чудотворца в духовных стихах. И по написанию этой статьи я пришла к двум для себя важным выводам. Во-первых, то, что стихи духовные, посвященные Николаю Чудотворцу, отличаются от всех духовных стихов, посвященных другим святым. Потому что обычно духовный стих о святом – это житийный духовный стих, то есть стих, в котором рассказывается его житие или часть жития. Вот нет таких духовных стихов, которые бы рассказывали о житии Николая Чудотворца. Все духовные стихи повествуют о каком-то чуде или просто прославляют святителя. Причем огромное количество текстов существует. И вот второе мое открытие было то, что при таком большом количестве текстов и различий сюжетов исполняется только известен один духовный стих. Это «О, кто Николая любит», там есть несколько вариантов мелодии. И еще парочка кантов, которые тоже иногда исполняются, и больше никакие тексты не звучат, и мелодии часто не сохранилось. Хотя есть некоторые канты, которые есть в мелодии, но их почему-то не исполняют. И вот второй моей задачей, мне захотелось, чтобы вот эти прекрасные тексты с удивительными сюжетами, чтобы они наконец-то зазвучали. И тут вот была же такая музыковическая работа, что-то пришлось восстановить, что-то пришлось реконструировать, что-то расшифровать и так далее. Я немножко про каждый стих буду рассказывать. Сначала произвели стих про Николая Чудотворца и трех девушек, которым он помог выйти замуж. Это вот стих, который рассказывает о событии, которые еще произошли при жизни святителя. Тогда он еще не был святителем, был обычным приходским священником, молодым был. И он узнал, что один человек находится в крайней нужде, а у него три дочери на выдании. И они, у них нет приданного, вот в стихе там есть особое слово «вено». «Вено» — это значит «приданное». У них нет вена, чтобы вот выйти замуж. И отец уже подумал на том, чтобы начинать как-то продавать своих дочерей по требованию. Вот, но святитель каждый раз приходил ночью, бросал им в окно мешочек с золотом. Вот, и так все девушки благополучно выйти замуж. Некие человека богатыми было, после денища неславен и уныл. У них же века сего житие, непостоянно суще бытие. Дочери три были у мужа того попремногу благолепны зело. Отец их немощрящий тех, замужеет законам сущего во всех. Не имея потребного веносим, помышляя желающим дать им. Но бога неготя и гибели грешну послала им благодать успешную. Убови велений ячный бога штрец, святитель его Никола Отец. Взимает злато великий узор, спасает мужа от замысленных взор. Шеред ночью в окно повергает, и тема старшую че награждает. Обидче первому мужу сочета, довольно веное дарова. Паки святый печальник, во второе узло злато поверитой. За утро мужа шлата обрет, следую благо дарнуть Богу след. Скоро второй дочери, жениха с низка, преданное добро кусочета. Ожидая утреть ей послерней, великой милости равной прежней. Все благие тать в ночи грядет, грехи крадые, меже зла донесет. В окноце тихо кину по дому и спешит, стрелевущий муж, встав за ним, бежит. Па на ноги теплые слезы точит, устами хвалы возносит. Святите, Христов отец великий, что могу тебе недостойный принести. Какие почести могут и свести, не вема, не вема, вельми не доумеют. Токмо послать, а Божия разумеют. Святые христианам по обороги, буди нам вонужда послали них. Не приостанно, Николаевое быти, радуйся, земляные ангелы веки. Аминь. Это стих знакный. Я его нашла в гектографическом сборнике начала XX века. То есть записана мелодия была Крюканой. Старобряческий стих.